Добрый день! С вами Ивелина Уанн. И сегодня мы продолжаем говорить о величайшем событии в мире шахматистов и любителей шахмата в чемпионате мира по шахматам 2018 года, который сейчас проходит в Лондоне. И сегодня мы будем смотреть, рассказывать, обсуждать вторую партию матча между Магнусом Карлсоном и Фабианом Каруаном. Вторая партия была сыграна Магнусом Карлсоном за белых и Фабианом Каруаном за черных. Вторая партия чемпионата мира закончилась в ничью. Сыграна она без единой помарки, что я вам краткий такой обзор сразу скажу. Но оба шахматиста играли достойно. Я, пожалуй, начну. Итак, Д4, Конь Ф6 и Конь Ф3. Магнус как будто бы данным ходом предлагает Каруане выбрать другой дебют. Но следующим к ходу мы видим Д5. Каруана выбирает дебют истинных гроссмейстеров, а именно ферзевый гамбит. Сейчас, если Карлсон сыграет С3, это будет ферзевый пешек, да, разновидность. Посмотрим, как будет развиваться. Итак, С4. Вот теперь настоящий ферзевый гамбит на лицо. Е6, Конь С3, слон Е7, слон Ф4, рокировка Е3 и С5. Вместо хода Е6 можно было, конечно, сыграть слон Ж4 Немцовича. Мы видим сейчас защита Тараши, модную непробуемую защиту. И, как правило, здесь вот ничья у черных уже бывает в кармане, если не совершать группы позиционных ошибок. Итак, ДЦ, слон С5 бьет, ферзь С2, Конь С6, А3, ферзь А5 и ладья Д1. Вообще, игра здесь идет без единых помарок. Ладья Д8, слон Е2, Конь Е4, где маркировка, Конь бьет С3, БЦ, А6. Можно было, конечно, сыграть на ослабленную пешку А3, белых, но Куран не соблазняется этим вариантом, а придерживается он предыдущей стратегии, которую закладывал мысль заранее. Мы видим А4 дальше, Конь Е7, Конь Е5. Мы видим, хороший пост занял Конь, но все равно, если оценивать эту позицию с точки зрения Стокфиш, здесь вот после этого хода у черных становится чуть лучше, чуть-чуть совсем. Слон Д6, СТ, Конь Б5, Слон Ф3, Конь Бед Ф4, ЕФ, слон бьет Е5, ладья Беда 8, шах, ферзь Беда 8, ФЕ и ферзь С7. Размена операционная закончилась, и мы видим разгромленные такие пешки, разноразненные белых, а значит уже ничья у черных в кармане. Итак, ладья Б1, ладья Б8, немножко суховатая партия. Предыдущая-то она запомнилась такими просто событиями, такой экспрессией после такой партии, конечно, действительно, это уже кажется немного суховатая. Итак, ферзь Д6, опять идет у нас очередной размен, уже финальный. И что мы видим? Финальная череда разменов закончилась, и мы видим, что оказывается наши замечательные шахматисты владельным эншпилем, и теперь шансы на выигрыш белых ничтожны. Ну, в целом, наверное, только Цейтнот может вмешаться здесь, в данную позицию, и внести корректиру в партию. Ц4, логично, а, пардон, сейчас, раз так, вот, одну секунду, чуть-чуть, вот, мы видим. Прошу прощения, давайте вернемся вот к Ц4. Итак, Ц4, король Е8, А6, В6, Ц5. И король Д7. Ну, все, вся, могу сказать, такая, наверное, активность, да, была построена, все-таки, белых на свою пешку Д6. И мы видим, что, честно, мы видим, что белым пешкам пришел, как говорится, пришли кранты, потому что здесь на ферзовом фланге, да и в центре пешки, они скоро падут, и черный король, он у нас активный, он вовсе не спит. А сейчас будет потихонечку все это отъедаться. Ну, вот мы видим. ЦБ, АБ, А7. Ладья А8, перевязывается немножко к пешечке, да, ладья бьет Б6, ладья А7. Ну, что, последняя изюминка белых, это вот их пешка на поле Д6, но с ее потерей они должны расстаться с выигрышем. Я вообще здесь с иллюзией, я бы сказала, выигрыша, потому что это позиции теоретически ничейные. Король Ж2, Е5, ладья Б4, Ф5, ладья Б6, король Е6, Д7, все, пешка сброшена, но возникла ничейно-теоретическая позиция в ладьейном Меншпиле. Очень простая, и здесь шансы соперников ничтожно малы, именно совершить ошибку, потому что каждый гроссмейстер знает, что эта позиция априори уже ничейная. Ну, посмотрим, как будет развиваться. Вот ход 38 на 49 ходу, получается, у нас была уже ничья. Давайте посмотрим, как проходило все это. Ну, вот мы видим повторение. Черные еще думают, возможно, здесь белые ошибутся. Белые, конечно, не ошибаются. И здесь последовало соглашение на ничью, в котором соперники, я думаю, что были оба удовлетворены результатом, потому что из хода партии, ну и вообще как в целом играли. Я хочу пожелать в следующей партии побольше огонька нашим замечательным гроссмейстерам, чтобы было больше экспрессии, потому что действительно, эта партия, она... На что нас наталкивает? На какие мысли? Здесь не было совершено ни единой ошибки. Я даже для интереса ставила стокфиш на анализ, и парни играли без ошибок, они играли корректно, они были невероятно точны, и эта партия запомнится этим. Но хотелось бы побольше огня, да, вот как вчерашней партии, чтобы сердце замирало, когда мы будем наблюдать за развитием партии. Спасибо, что были с нами. Оставайтесь, подписывайтесь на наш канал, и мы будем рассказывать вам много-много очень интересного. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok